всем привет дорогие наши друзья и гости нашего канала желаю вам отличного настроения всего самого наилучшего мы сейчас с Олей выйдем чистить территорию сгребать то что у нас все скосили потому что она все подсохла и Саша занимается у нас подготовление маленькие эти досточки которые под лестницу он все сейчас зачищать будет поэтому мы в этой стране не будем присутствовать потому что есть ветерок и что попилка на нас не летела Каролиночка у нас затемпературила 38 выпила лекарства и сейчас она уснула поэтому пока у нас есть свободное время потому что она когда болеет часто хнычит ну естественно это все детки так переносят болезнь на ручках постоянные пока вот она спит мы пойдем заниматься чистить территорию в общем потом проснется посмотрим по состоянию по температуре и если температура спадать не будет то будем вызывать скорую потому что ну я всегда за деток очень сильно волнуюсь если что-то не так всегда вызываем скорую чтобы подстраховаться поэтому конечно плохом думать не будем но как видно будет она уже проснется там уже посмотрим Олечка сейчас возьмет грабли вы нашу уборку увидите на быстрой съемке поэтому оставайтесь с нами смотрите какой у нас будет день чем мы будем заниматься наша Бонечка да Бонечка наша кто не знает мы ее нашли на трассе мы сейчас будем обрабатывать нам посоветовали видео в ролике написали в комментариях силофот купить обработать от клещей потому что она была с клещами мы все удалили также обработали и спиртом мазали плакала конечно немного но тут ушки все чистые да Бонечка скажу такая крупненькая наелась давай лапкой помашем давай лапкой помашем помашем лапкой сейчас мы обработаем здесь я читала о том что даже после 30 минут когда вот обработать 30 минут пройдет можно даже купать шампунем ничего страшного здесь написано что лекарства но действия не потерять а нам писали в комментариях о том что несколько дней купать нельзя ребятишкам конечно мы ее закроем чтобы ребятишки не погладили будем обрабатывать здесь на коробочке нарисовано что у собак обрабатывать чуть ниже вот здесь вот у кошечек то же самое чуть повыше сейчас обработаем молчит низку лет поначалу чуть-чуть скулила сейчас она привыкла какой маленький тюбик малюсенький сейчас мы все обработаем да а что ты там кукурузе лазила кукурузе лазила спасибо большое что посоветовали мы в этом ничего не понимаем надеюсь постепенно мы всему научимся так бабуль держи аккуратно сейчас надо на коже попасть 2 вот здесь вот стой капнула нет еще чуть-чуть ты прям надави чтобы она капнула аккуратненько ток так ну пока подожди сейчас еще вот тут давайте нибудь вот здесь давай на кожу молчит гонечка что там есть смотри немножко да ну давай вот здесь вот еще сейчас облог так не вижу бегать наверно вот там ближе к ушам да на пузе наверно да на кузике выдавливай выдавливай так аккуратненько все ну-ка посмотри постой руки с мылом помоем ну-ка не вижу тут вроде бы чисто но все равно для профилактики наелась то наелась кулема ну все скажи буду с вами прощаться нам в комментариях спрашивали чтобы мы светлане и отдали бабуля нет сказала моё моё чудо наше чудо да светлане предложили собаку потому что из наших больших она но не хочет отдадут собаку и и светлана возьмет себе у других а это наше место у нас во дворе достаточно хватит всем место да ну все всем пока пока скажи пока пока я пошла отдыхать оля уже вышла с инвентарем по всем привет машет а я ставлю камеру на быструю съемку а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все дальше я вам чуть позже расскажу ДимаTorzok 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 всем привет наши дорогие друзья и гости нашего канала мы с каролиночка приехали по скорой в больницу в детскую нас осмотрел педиатр выписал нам лечение сказал а завтра к нашему педиатру потому что сегодня он не пришел хотя нам сказали ожидать его и не приходить с температурой больницу и каролиночку посмотрели и сказали вам да зайка тут зайка ляля тут мы тут уже сумку собрали и нам сказали что вам здесь делать нечего лечитесь дома и все и вытурили нас мы позвонили папе и папа за нами сейчас едет приеду домой я уже подробно расскажу наплакалась конечно привет привет всем каролиночка маш не болейте да не болейте ну все мы пойдем на остановку подождем сашу и поедем уже домой находимся мы в данный момент дома сейчас немножко я вам расскажу в среду когда мы вызывали в скорую нас по скоро не забрали сказали ожидайте педиатра наступил четверг педиатр так и не появился а мы вызвали повторно скоро потому что у каролины температура не спадала опять потом у нее получился рвотный реплекс такой был ее вырвало одной тягучей такой какой слюноотделение я напугалась смотрю у него горлышко прям тут совсем так припухло и все саша пошел вызвал скорую сумка у нас была уже собрана и мы уже как были готовы что нас положат в больницу на лечение приехала скорая все опять проверили посмотрели и сказали хрипов нету ничего такого нет но нас забрали мы поехали многие конечно скажут там больше паники наводите как там одна женщина сказала ну лучше перестраховаться привезли нас больницу завели были взрослые сидели на прием нас отругали почему мамочка с ребенком но здесь находится то есть больных очень много нас выпровозили на улицу мы погуляли потом нас пригласили каролиночку снова все посмотрели послушали выписали нам большой список лечения педиатры и сказала к своему педиатру на прием и чтобы ну как продолжить полноценное лечение мы заехали позвонили папе и вы уже увидели этот кадр где я возле больницы записывала наревелась конечно заехали в аптеку купили чего у нас не было по списку что-то было уже приобретено приехали мы домой каролиночка после ингаляции стала себя чувствовать хорошо она поужинала и ночь мы проспали более-менее не так как в среду сегодня мы заехали к педиатру нас только записали на следующую неделю на среду педиатр по домам оказывается не приходит к маленьким детям потому что она работает до обеда сначала у нас в станице а после обеда она работает уже в кавказской поэтому на прием нам только в среду сейчас каролиночка пьет кушает хорошо поноса жидкого стула нету но на всякий случай у нас есть порошки вдруг диарея откроется но выписали вот такой вот препарат это когда принимать антибиотики и принимать их вот антибиотики нам выписали потом ингалипт вот такой выписали но он лучше помогает чем наподобие вот мирамистина мы которые заменитель покупали также таблетки анаферон потом виферон эти свечи ромашкой полоскать горло в принципе как нам ответили нечего вам больницы делать потому что сейчас очень много болеют деток ротовирусом заболевание сейчас вот этого видео у вас ничего особо страшного нету поэтому лечитесь дома дома переболеете раз детки уже старшие переболели и сейчас уже каролиночка поправится и все будет хорошо еще хочу выразить огромную благодарность всем спасибо кто подписался на наш канал к нам приезжали блогеры живут они от нас недалеко замечательные люди канал называется из города в деревню мы у себя видео не снимали мы только засняли что мы поехали с ними навстречу мы саши собрались сейчас поедем встречать к нам приедут гости живут они рядом с нами и многие их знают нам приедут блогеры это василий и маша называется канал из города в деревне мы сейчас поедем с ними встретимся в кавказской и уже приедем мы вместе уже до нас встретились мы с василием и марии с детками заехали мы в магазин и уже по трассе едем в нашу станицу едем к нам гость конечно немного волнуемся но если честно вот волнение она конечно всегда присутствует вообще такое ощущение как будто мы виделись уже и не раз да конечно на youtube мы давно их смотрим поэтому нам наверное немножко и волнительно то что увидели в живую здорово приедем домой дальше уже покажем как у нас там детки уже конечно ждут каролиночка мы знаем что она уснула но она проснется буквально через час где-то к двум часам она уже будет бодренькая и весь ролик как они у нас были в гостях как мы посидели как мы пообщались вы можете увидеть у них на канале ссылочку в описании под нашим видео мы оставим всем всем огромное спасибо за поддержку за добрые слова за поддержку когда саша выставил пост что мы уехали в больницу от чистого сердца вам огромное спасибо не болейте берегите себя и своих близких мы вас любим обнимаем увидимся мы с вами уже в следующем видео всем спасибо до новых встреч пока пока